А я повторяю еще раз, это пидорасы во главе с жопом головым, которые, сука, сидят в дорогих итальянских костюмах, жируют, отдыхают, покупают себе недвижимость, покупают себе дорогое барахло, покупают подарки своим пидорам, короче, и просто нагниваются на жиры. Слушайте, ну я скажу так, вот если рассматривать, кто радикальнее борется с Светланой Тихановской и ее штабом, Озаренок, Тур или Бычковский с вирусом, побеждают Бычковский с вирусом. Это точно абсолютно. Вот эти вот цитаты, их просто можно сразу брать и туда, на эти пружины политики или как они там, эти программы, на БТ, СТВ, ОНТ. Просто они могут там подрабатывать, не меняя вообще ни одного слова. Они реально могут вести там свои программы на БТ, СТВ и будут еще деньги получать. Все. Вот. Потому что, ну, вы видите, кто для них главный враг. Если бы они так с Лукашенко боролись, господи, цены бы им не было. Вот правда, цены бы им не было. Но с Лукашенко неинтересно. С Лукашенко все понятно. Надо взять этот... Когда захотите с Лукашенко покончить, возьмите вокзал. Все понятно это. Ну вот. А вот тут, вот он настоящий враг. ЛГБТ вокруг Светланы Тихановской. ЛГБТ. Да. Да, вот кто породил Тихановскую, вот кто ее поставит на место. Миссия жизни у людей. Ну, что могу сказать? Повезло Светлане. Валю не могу. Повезло Светлане. А где-то, слушайте, я вот это все видел. Где я мог это видеть все? Вот такой стиль, подачу и так далее. Вот. Какой-то Навальный, авантюрист. Психушку и в тюрьму, чтобы духу не было. Близко. Больше авантюриста нет. За вербован в гейском университете еще. Но уже не вы его убираете, запад его убирают. Теперь ставка на Соболь. Люба будет командовать всеми вами. Не вы правящая партия. Идет феминизация протестов. Замолчи, замолчи, дура, замолчи. Владимир Владимирович, ну не оскорбляйте женщину. Ну, если она тупая. Владимир Владимирович, если мозгов нету. Ну, началось. Вот видишь, вот эта идиотка что, убери ее отсюда. Я не имею права. Сейчас идет время, чтобы она побурится. Я не имею права, это делает цикл. Черная грязь. Отвратительная баба. Последняя. Владимир Владимирович, он позор страны, а не эта сволочь, живучая на донаты. Это мерзкая скотина печащая. Я вам вот что скажу. Грош нам цена, как стране. Если этот власовский подонок позволяет себе оскорблять гордость нашей страны. Не нравятся тебе выборы? Не ходи. Не хочешь ходить на голосование? Не ходи. Но кто тебе, жалкий, мерзкий, вор, лжец, клеветник? Кто тебе позволил свой грязный власовский язык обращать на великих? Власовская недобитая мразь. Ты косил от армии, забыл? Люди защищали страну. А ты, сволочь, где был? Что ты делал во время чеченской кампании? Ну, как по мне, очень похоже, очень типично. Да, слушайте. Ну, если обобщать и подводить какой-то итог. Можете посмотреть там целиком. В принципе, вот будет то же самое, только полтора часа. Такой, да, просто поток ненависти к штабу. Я повторяю, я с чем согласен? С тем, что по внутриполитической повестке штаб работает очень слабо. Ну, это я просто согласен не с Бычковским или с вирусом. Это я согласен сам с собой, анализируя реальную повестку дня. Но, с чем я не согласен в этой ситуации с Бычковским? И вообще, почему я скептически отношусь к этому лагерю? Потому что это быдлодром. Как мне кажется, мы уже хлебнули всякого быдла с Лукашенко. Такого отношения к женщинам, такого отношения к людям. Что это люди обязаны что-то там делать, какие-то людишки, ясветки, должны то, должны сё и так далее. Какое-то внутреннее абсолютное неуважение к человеку, да, вот это быдло поведение. Почему вот я очень, да, так брезгливо отношусь к этому Макару и так далее. Потому что это вот вся вот эта вот зона, да, таких, собрались быдло-памни такие. Да, сука, да то, да тварь, да конченая, да эти все, да пидоры, вот это вот всё. Мне кажется, страна этого хлебнула. Мне кажется, люди этого хлебнули. Мне кажется, вот здесь это всё. Мне лично хочется жить в нормальной стране, где люди, ну, это не обязательно там супервысокоинтеллигентно ведут себя, но ведут себя корректно, достойно. Где хамство это не честь никакая. Вообще не честь хамство. И где, ну, если ты говоришь об объединении, ты стараешься быть нормальным человеком. Потому что, ну, с стаей диких обезьян как-то объединяться, вне зависимости от того, штаб хороший или плохой, никто не будет. А это просто бабуины, понимаете? По поведению. Ну, по форме подачи, по поведению, по уровню хамства. Вот. Они могут назвать это правда рубы, но вот я повторяю, вот что Соловьёв, что Жирик, что эти. Это такой вот клуб жириков таких, только белорусских. А не какие белорусские. И вот здесь второй вопрос, который меня тоже абсолютно напрягает, это то, что тот же там и вирус, и все вот это вот. Очень много кричат про русский мир, про русскость и так далее. И кто на канале сидит? Ну, Бычковский, который не просто вата, а вата ватная, да? Значит, российский гражданин, который во всех своих стримах на Радио 97 рассказывал про то, что надо, что Россия определяет там судьбу Беларуси, да? Что Беларусь зависит от Кремля, и как Кремль решит, так и будет. Ну, я же это прекрасно помню. Я удивлен, что вирус это забыл, но я это прекрасно помню. И вы хотите, поговорите лучше про Путина. Если вам не про кого-нибудь антигероя вам надо поговорить, поговорите про Путина. Так про Путина, наверное, не так интересно. Путин же не такой антигерой, как Вечерка. Вот Вечерка, да, это мишень такая безопасная, да? А вот Путин с Лукашенко, ой, нет, нет, это мы не будем. Это мы не будем. Хотя я повторяю, ну, пожалуйста, ради Бога, пусть будет и такой клуб немножко такой бедловатый. Что делать? Пусть они туда как-то канализируются в ту сторону. Ради Бога, ради Бога. Ну, понятно, что вот когда вот человек так себя ведет, представить его рядом со Светланой, на том же, не знаю, там каком-нибудь Европарламенте или в саммите АБСЕ или где-то, где будет он орать матом, да у тебя еще ногти грязные, да ты сука, да ты это, а ты мудло, а ты пидор, а ты... Боюсь... Как-то так. Как-то так. Как-то так. Как-то так. Продолжение следует...